Доллар упал до 10.50 Так говорит новый глава Нацбанка Степан Кубев. Спасать гривни он будет в том числе с помощью старых руководителей ведомства. Своим советником Кубев сделал предшественника Игоря Соркина. В Нацбанке решили не тратить золотовалютные резервы на укрепление гривни. Дескать, это непозволительная роскошь. Прежнего курса 8 гривен за доллар уже точно не будет, заверяют эксперты. И называют новый рыночно обоснованный. Максимум протягом тижня ситуация стабилизуется и курс повернется в коридор, на мой взгляд, приблизительно 9,5-9,7. Золотовалютные резервы, за счет которых в последние годы спасали гривню, теперь сократились до критического уровня. 15 миллиардов долларов. К тому же украинцы активно снимают депозиты. Только на прошлой неделе из банка вынесли 30 миллиардов гривен. Прямо как во времена оранжевой революции, сравнивает Арсений Яценюк. В то время он возглавлял Нацбанк. Говорит, спасти гривну ему тогда удалось. И сейчас это реально. Тогда все побегли снимать достроковые депозиты. И, соответственно, им не заплатили проценты по депозитам. Спокойно. Сейчас самое основное. Спокой, спокой и еще раз спокой. Будь какие вклады мы повернем, как мы повернули в 2004 году. К концу недели НБУ ввел ограничение на снятие валютных депозитов. В сутки теперь нельзя получать больше полутора тысяч долларов. Все потому, что нечистые на руку чиновники сейчас выносят из банков миллионы. Гривневые вклады Нацбанк не тронул. А вот чтобы спасти экономику, нужны не ограничения, а займы. За помощью власти сразу же обратились к МВФ. 15 миллиардов долларов. Столько хочет получить Киев. А вот что ответили в фонде. Надеемся, что власть воздержится от предоставления разных данных, которые не имеют смысла, пока не будут тщательным образом проверены. Мы не видим ничего такого, что могло бы стать причиной паники. Условия МВФ украинские власти выполнять готовы. Девальвация гривни, то, чего требовал фонд, уже и так случилось. Может пойти к обмин и на повышение цен на газ для населения, завел новый министр энергетики. Еще фонд требовал заморозить рост зарплаты пенсий. Впрочем, он может и смягчить условия. Если уряд способен запропоновать альтернативы, они пригодятся мне. Деньги Украина планирует брать не только у МВФ, но и у Евросоюза. Переговоры идут и с Японией, Китаем, Канадой, Турцией. В целом, заявил Яценюк, Украине нужны 35 миллиардов долларов. Европа готова помочь. Я поддерживаю идею о том, чтобы провести конференцию доноров для Украины, где можно собрать необходимую помощь. Уже в ближайшее время ЕС может предоставить Украине 1 миллиард долларов безвозмездно. А вот на новые транши от России Киев пока может не рассчитывать. Лишиться может и скидки на газ. Максим Рлапов, Алексей Гриценко и Александр Сафронов. События недели. Продолжение следует...